Третью годовщину воссоединения Крыма с Россией широко отметили на полуострове. От Керчи до Армянска сотни тысяч людей участвовали в праздничных митингах, шествиях, концертах. Евпаторийцы тоже дружно встретили праздник Крымской весны. Так, 16 марта на театральной площади города в торжественной обстановке был поднят государственный флаг Российской Федерации. Флаг нашей общей победы в Крымском референдуме – символ воссоединения Крыма с Россией. 18 марта праздничные мероприятия начались в городе с самого утра. А после обеда народ устремился на оживленную улицу Двановскую. Гостей здесь встречали коллективы Патриархского центра культуры и досуга. Народный фотоклуб «Надежда» и из-за студии «Радуга» показывали творческие работы с позитивным взглядом на мир и фантазиями на тему весны. Народный фольклор, задушевные, задорные, радостные песни представили на суд зрителей, даря всем хорошее настроение, хоровые коллективы центра. Особый ритм празднику создавал джаз-оркестр детской школы искусств. Музыка весны – это такое состояние души, когда хочется петь, танцевать и находиться в гармонии с окружающим миром. На Дувановской покупали сувениры и радовали своих близких оригинальными подарками. И, конечно же, с помощью традиционного библиотечного киоска освежали в памяти события и образы «Крымской весны-2014». Любознательные и неутомимые библиотекари подготовили целую интеллектуально-познавательную программу «Республика Крым. Время Московское». Здесь были организованы выставка-презентации книг, специально доставленных к этому дню из Хабаровской краевой детской библиотеки имени Наволочкина. Стендовый интерактив – неопознанный крымский объект. Викторина с призами для любителей и знатоков истории. Работала детская творческая площадка, где малыши играли, рисовали, участвовали в викторинах и конкурсах. Вечерний блок праздника на театральной площади подарил яркую концертную программу с участием евпатористских артистов и гостей города. Бесспорно, «Крымская весна» – это мирное небо над головой и новые песни. На полуострове родился народный музыкальный проект современной крымской патриотической песни «Крым. Россия навсегда». Причем его известность давно уже перешагнула границы своей малой родины. На театральной площади Евпатории в исполнении артистов прозвучало несколько песен. Одна из них – «Крылатая Россия» в исполнении Ольги Скижанов. «Крылатая Россия» В концерте также выступали участники и победители общегородского конкурса вокалистов и локальных коллективов «Они спеть ли мне песню о любви», который в течение трех месяцев проходил в Евпатории. Это Оксана Трегуб, Георгий Буляков, Дарья Сусла, Денис Кучер, Георгий Морозов, Анна Шелудкевич, Иван Гоноцкий, Дарья Рудейчук, дуэт Василиса Яшкова и Инвер Кудусов. Известные коллективы Евпаторийского центра культуры и досуга, народный немецкий вокальный ансамбль «Зон Энштраль», образцовый вокальный ансамбль «Город детства», хор «Родные напевы», а также студия эстрадного вокала «Диез» и группа «Х5». Вообще в этом лирическом, романтическом, музыкальном проекте участвовали более 70 человек разного возраста, как авторы, так и исполнители. Это солисты, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, которые представляли музыкальные номера различных стилей и направлений. Всех их объединила любовь к музыке и ко всему прекрасному. Я люблю тебя для слез, каждый из того, как первый раз, вместо лжи и красивых страх, это облако и взрослых. Я люблю тебя для слез, без ума люблю. Я люблю тебя для слез, без ума люблю. Праздник вам! Иван Ивановский! Вечером 18 марта заместитель главы администрации города Валерий Батюк и начальник отдела культуры Александр Деркачев подружные аплодисменты публике наградили победителей конкурса «А не спеть ли мне песню о любви». Диплом почетного гостя праздника получила и солистка Ольга Лайк из Ростова-на-Дону. Она исполнила гимн, посвященный воссоединению Крыма с Россией, который сочинила ее подруга Евгения Ионова. В рамках празднования трехлетия Крымской весны Евпатория, как всегда, отличается в хорошем смысле этого слова, проведены десятки спортивных соревнований. 16 марта мы все были свидетелями торжественной церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации на нашей театральной площади. И еще одна инициатива была поддержана администрацией и Патарийским городским советом – это проведение конкурса вокальных исполнителей «О не спеть ли нам песню о любви». Под таким девизом, слоганом, лозуном проходил этот конкурс. Любовь к маме, любовь к родине, любовь к городу, любовь к девушке, любовь, которая созидательна и которая всегда вечна. С памятным днем земляков поздравили дуэт детской школы искусств Елена Бойко и Наталья Безрукова произведениями «История любви» и «Венгерский танец». Студия танца «ТАЭС» – руководитель Оксана Алтунина с зажигательным танцем некрасовских казачьих. Своим искусством порадовали гости из Симферополя – народный вокальный ансамбль «Россияночки» и вокальный ансамбль «Душа поет». Веры бесконечной и надежды вечной, счастья и здоровья и любви сердечной. Веры бесконечной, счастья и здоровья и любви сердечной. Затем сцену предоставили артистам Евпаторийского отделения Крымской государственной филармонии. Яркие содержательные номера показали народная артистка Украины Зоя Рудник, заслуженные артисты Украины Елизавета Задевалова и Александр Фастов, заслуженные артистки Республики Крым Гульсум Тамах и Анна Уз, солист Александр Коржевский. Крым, ты светлый рай под южным небом, Ты богатый песнями и хлебом, Ты прекрасен и зимой, и летом, Край наш вечно сильный пакетый. Мы единою судьбою, связаны всегда с тобою, И с тобой и в радости и в море. И пускай стоят веками, Крайный гор под облаками, И ласкаем веки дружбы в море. Мы единою судьбою, связаны всегда с тобою, И с тобой и в радости и в море. И пускай стоят веками, Крайный гор под облаками, И ласкаем веки дружбы в море. Дорогие друзья, мы еще раз сердечно поздравляем вас с великим, большим праздником. Мы желаем всем крымчанам счастья, здоровья, благополучия и процветания. И пусть хорошее настроение не покидает вас никогда. После финальной песни поздравления с третьей годовщиной Крымской весны прозвучали от депутата Государственного совета Республики Крым Нины Пермяковой и главы города Олеси Харитоненко. Дорогие фатарийцы, крымчане, россияне, примите искренние слова и поздравления, которые сегодня звучат во всех регионах большой, огромной матушки России. Крым вернулся домой. Россияне приняли нас как своих младших братьев и сестер. Спасибо им огромное за это. Я хочу поблагодарить тех, кто сегодня делали концерт для вас, те, кто выдержали сегодня, хоть и погода немножко мерзлая, но из всех наших регионов звонили сегодня. И особенно из города Нижневартовска, в котором сегодня была нулевая температура. Я главе передала и сказала, что это наша любовь, наше тепло, мы дарим нашей большой, огромной России. С праздником вас, дорогие фатарийцы! Крым, Россия навсегда! Давайте все вместе! Крым, Россия навсегда! Торжество завершил мощный праздничный салют. Вот так создается настоящая подлинная история страны. Так создаются настоящие традиции. И 18 марта стал праздничным днем нашей истории. А организаторами всех мероприятий в Евпатории выступили администрация города, отдел культуры и Центр культуры и досуга. Валентина Лавренко, Алексей Гладков и в Патарийское время.